Библейский портал экзегет.ру представляет Христос воскресе, дорогие братья и сестры, и неважно в какой день вы слышите это приветствие, потому что вера наша вера пасхальная, а Христос Он воскрес и Он есть воскресший Господь, поэтому в любой день Спаситель наш есть Спаситель воскресший, поэтому мы отвечаем воистину «Воскресе Христос» и на библейском портале экзегет мы вместе с вами изучаем последнюю главу Евангелия от Луки, 24 главу, которая как раз и повествует о воскресении Господа. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие». О ком идет речь? О тех женщинах, упомянутых в конце 23 главы, которые, там мы читаем, что они смотрели гроб и как полагалось тело его, и возвратись же, приготовили благовоние масти, в субботу остались спокойно по заповеди. То есть это жены мироносицы. Но вот, братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то мы что видим? Что на самом деле вот Иосиф Римофейский, он и спрашивает тело Господа, а Никодим, тот самый Никодим, который некогда, он тоже член Синедриона, приходил ко Господу, вот они беседовали о Царстве Небесном, о рождении свыше, и вот он приносит вот эти благовония, смирну, очень благовонная такая смола алоэ, индийское растение, тоже приятно пахнущее, очень дорогое, и они тело Господа помазуют, конечно же, и покрывают вот этими, обивают пеленами, но это было совершено наспех, вот так как времени оставалось крайне мало, и выручало то, что гроб, что гробница спасителя, она находилась совсем недалеко от Голгофы, там в Израиле вообще территории очень маленькие, вообще в принципе по всему Израилю, и в Иерусалиме то же самое. И вот Голгофа, она очень близко вот к этому саду, где была гробница пещер, в которой погребли спасителя, а сейчас все это под сводами одного храма. И значит формально, чисто формально, обряд помазания, то есть приготовления к погребению, он был совершен, но ведь для учениц Господа формальности было недостаточно. Они настолько чтили спасителя, что им хотелось принести лично свой дар. Кроме того, вот этот обряд, он, ну скажем так, он немножко был выполнен, а как вот мы читаем в Ветхом Завете, допустим, когда погребали царя Осу, то там даже сам гроб наполняли, вот эту плиту, на которую он положен, наполняли благовониями, и поэтому вот жены мироносец, они тоже несут с собой мира, чтобы покрыть тело Господа, чтобы намостить саму плиту, на которую он покоится, и они не боялись прикоснуться к телу Господа, потому что при жизни сам Спаситель не боялся прикасаться к мертвым, чтобы их воскрешать. Спаситель при жизни не боялся прикасаться к прокаженным, и таким образом он сам своих учеников и учениц освобождал от этого вот обрядового духа законничества. Вот почему они идут, то есть жены мироносецы, они свободны уже от вот этой строгой фарисейской обрядовости, и поэтому они несут благовоние, хотя формально можно считать, что ну как бы там приготовлены. И вот они идут, вместе с ними некоторые другие, то есть ни одна и ни две побольше, но нашли камень отваленным от гроба, и войдя не нашли тело Господа Иисуса. И вот представьте себе, каково их удивление, да, ведь казалось бы, что полная там победа вот этой земной несправедливости, Спасителя распинают, Спаситель умирает, его прободают копиемы, вот потом его погребают, приваливают огромный камень, а тут вдруг камень отвален, и гробница пуста, и что случилось, как быть, то есть у них в голове вот мысли скачут, они не знают, что произошло, не понимают, когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И тут вот людям недоумевающим на помощь приходят ангелы, они являются, ну, по-разному описывают, кто-то как мужи, кто-то как юноши, это, в принципе, одно и то же в данном случае, и они в блистающих ризах, то есть благодать Божия, которая покрывает святых ангелов, проявляет себя как светоносные ризы, и жёны-мироносицы испугались, и пали на землю. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, говорят им ангелы, что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, он воскрес. И вот, братья и сестры, вот это наше приветствие пасхальное, Христос воскрес. На самом деле изначально это именно ангельское приветствие, это ангелы первыми благовествуют так, кому? Жёны-мироносицы, вот то, что они говорят, Он воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес. Это ангельская весть, данная нам, людям, живущим на земле, и не ищите живого между мёртвыми. И по большому счёту, вот если так вот честно присмотреться к нашей духовной жизни, это вот мы живём как мёртвые, да, мы делаем дела там, мёртвые дела тьмы, когда там на кого-то сердимся, ненавидим, завидуем, а это всё дела смерти. И Спаситель, Он, конечно, выше всего этого, и поэтому тут ещё речь идёт о том, что Спаситель, как истинная жизнь, Он пришёл, чтобы наши души воскресить от наших мёртвых дел, а не только воскресить тела. Итак, вот что вы ищете живого между мёртвыми? Он воскрес, потому что Он и есть сама жизнь, а смерть не может удержать жизнь. Так же, как тьма бежит от света, вот так смерть убегает от подлинной жизни, жизни с большой буквы. И ангелы продолжают. Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. Вот тут фактически всё исповедание нашей веры, да, то, что Господь по любви приходит в наш мир, чтобы понести страдания за грешников, и земные злодеи пытаются его убить, но он всё равно побеждает, потому что побеждает смерть, в третий день воскресает. Причём, говорят, произносят это исповедание, опять-таки, ангелы, и они напоминают, что Спаситель говорил это ещё в Галилее. То есть, ангелы, оказывается, они видели всё, что совершал Господь Иисус Христос, вот как с момента даже, ну, боговоплощения, когда архангел Гавриил благовествовал, что Дух Святой найдёт на тебя сила Всевышнего осените, потом Вифлеем, да, ну, и ангелы на небесах воспевали, слава Вышних Богу, на земле мир в человеческих благоволениях, и потом весь вот жизненный путь, и бегство в Египет, да, потом жизнь в Назарете, потом крещение у Иоанна, сорокодневный пост, искушение в пустыне и так далее, вот благовестие, евангельская проповедь, ученики слушают, и ангелы всё это видят, ангелы-свидетели, и вот вы представьте, что на самом деле, вот наши глаза, они просто удержаны, закрыты, мы не видим реалий духовных миров, духовного мира, и вокруг нас действительно где-то вот есть и бесы, которые искушают нас, но есть и ангелы, у каждого из нас ангел-хранитель, и поэтому прежде чем делать какое-то вот греховное такое постыдное дело, ты подумаешь, что тебя видят ангелы, что ты открыт пред миром духовным, поэтому ты не можешь скрыться вообще в принципе ни от кого и ни от чего, и то, что ты есть, то ты на самом деле есть. И вот ангелы, поэтому они напоминают и указывают, о чём говорил Христос, и ангелы, вот как говорят святые отцы, они тоже желали проникнуть в тайну Божию, и как апостол Павел писал, что великое благочестие тайно, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, он в телесном естестве, да, что Бог вочеловечился, и он тем самым и ангелом себя показал в нашем человеческом телесном естестве. И вот ангелы, значит, так сказали, и мироносятся, и вспомнили они слова Его, слова Господа, и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. То есть помимо одиннадцати были ещё другие ученики, мы знаем там семьдесят учеников, ну и не только их, ещё и другие, в день Пятидесятницы, там и перед этим, упоминаются около ста двадцати, по-моему, верующих. То были Магдалина, Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. Упоминаются некоторые имена, да, вот эта вот Магдалина, Мария, которая особенно так, с таким порывом сердца, искренностью, да, стремилась ко Господу, и Иоанна, и некая вот Мария, мать Иакова, это вот когда Евангелие писались, да, то для современников, христиан, было понятно, о ком идёт речь, и то, что вот есть некая Мария, мать Иакова, поэтому в своей, так сказать, среде они прекрасно понимали. Но прошли века, и у нас уже немножко вот теряются представления, и только есть разные там догадки, научные изыскания по этому поводу. Так или иначе, это вот первые ученицы, первые женщины, которые последовали, и, кстати, они, вот как мы видим, они становятся первыми проповедницами воскресения. Не апостолы становятся проповедниками, а женщины становятся проповедницами для проповедников и благовествуют о том, что Христос воскрес. Ну просто тут какая особенность, что женщины, они не руководствуются строгим рассудком. Мужчина там 10 раз подумает, вот так поступить или иначе, вот как пойти, там наверняка охрана, стражи будут осматривать и хватать тех, кто пойдёт. А женщины, вот помните, как в одном из Евангелий, они идут, они вначале идут, а потом вдруг думают. А там же камень большой, как мы его отвалим? То есть, по идее, надо бы вначале подумать, что камень большой, как его отвалим, а потом уже пойти. А они наоборот, вначале идут, потом думают, а как мы его отвалим, этот камень? Но когда приходят, они удивляются, то есть, Господь, наоборот, не посрамляет их вот эту наивную надежду, а оправдывает, и камень уже отвален, то есть, ангельской силой отверстие, всё открыто, да, гробница уже обнажена. Почему? Потому что там пусто, Христос воскрес. И вот это простое женское доверчивое сердце, оно принимает ангельскую весть, и они становятся проповедниками, апостолы слушают, но показались им слова их пустыми и не поверили им. То есть, вот тут мы читаем, вот если понимаете, Евангелие бы сочинялось, то там кто-то придумал, он бы более идеализированно написал. А тут описывается реальное вот такое, в каком-то смысле человеческий хаос, да, вот те пришли, потом увидели, вдруг ангелы, они скорее обратно спешат, те слушают, но не верят. Но Пётр, встав, побежал ко гробу, да, то есть, вот такие вот человеческие реакции, значит, он бежит, причём в Евангелии Танна упоминается, что и Иоанн тоже поспешил. Значит, но Пётр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошёл назад, девясь сам себе происшедшему. То есть, он идёт, ну, надо же, что произошло. А на самом деле было чему удивляться. Почему? Вот пелены лежат отдельно. Дело в том, что когда Иосиф Аримофейский с Никодимом, они же помазали тоже вот благовониями, смирно, а эта смола, и когда пелены вот обвили тело почившего, то смирно, и оно схватывается, понимаете, и так просто вот ты не развернёшь эти пелены. И если бы кто-то там воровал, он бы просто унёс куда-то, там разрезали бы, а там, вот как мы читаем и в Евангелии от Иоанна, что они были как бы аккуратно сложены, пелены отдельно. И вот Пётр видит, что пелены вдруг сложены, то есть, как будто вот именно Божья рука прикоснулась. И вот, кстати, Туринская плащаница, да, которая в Турине хранилась, и много, конечно, споров, но в целом есть такие, в общем-то, эти научные аргументы, что это именно та самая пелена, и видно, что вот она была свёрнута, причём она даже пропиталась вот этими сгустками крови. И потом вот тот, кто был внутри, он покидает эту плащаницу, даже не потревожив вот эти вот сгустки крови. Ну, знаете, когда к ранам приложена материя, то если ты будешь отдирать материю, ты просто разорвёшь эти болячки, нужно специально там как-то отмачивать. А тут он вышел, не потревожив всё это, вышел из этой пелены, да, ну и потом, видимо, как-то это было сложено тоже, может, тоже какая-то вот здесь и сверхъестественная сила, которая вот распрямила вот всю эту материю. Ну, как бы там ни было, тот, кто был завёрнут в пелены, его нет, его не видят, в данном случае вот Пётр, и он идёт и удивляется. А дальше мы читаем то, что обычно именуется как явление Христа Луке и Клеопе, да, причём упомянуто на самом деле имя только Клеопы, но когда вот мы, допустим, о путешествующих молимся, то там такие слова, что вот, Господи, «Луце и Клеопе во имаус путешествуй, шествуй и ныне рабом твоим путешествовать и хотящим». И есть такое предание, что вот вторым, помимо Клеопа, был сам евангелист Лука, потому что он описывает как бы вот такие сокровенные переживания сердца, то, что они почувствовали, общаясь с Господом. Читаем. «В тот же день, ну, видимо, уже во второй половине дня, двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Эмаус находится примерно вот к западу или к северо-западу от Иерусалима. Один стадий, греко-римский стадий, Лука он писал по-гречески, это примерно 176 вот с небольшим метров, и там высчитывается, что вот 60 стадий, вот учитывая путь, ну, могло там до трех часов пути быть. Значит, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. То есть, Спаситель в каком-то смысле нагоняет их и сравнялся с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И это было определенное такое вот, ну, Божие действие, специально, чтобы вот пока они не могли узнать. Ну, бывает такое, что у человека глаза как будто пеленой закрыты. Иногда бывает, допустим, вот, ну, я знаю такие случаи, когда кто-то умирает, и другой человек, он вдруг видит, как душа отделяется. А кто-то не видит, потому что его глаза удержаны. И вот наши глаза, они действительно удержаны, не воспринимая многих реалий духовного мира. И так, значит, глаза их были удержаны, они не узнали его. «Он же сказал им, о чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чём вы печальны?» Вот по-славянски там такое выражение «иеста дряхла», да, там, о чём вы рассуждаете, и о чём вы печальны. «Один из них именем Клеопа», вот Лука упоминает как раз Клеопа, а имя второе не упоминает, но предполагается, что это сам Лука, значит, Клеопа, «сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нём в эти дни?» То есть, из пришедших на Пасху, там много людей приходило, и все, получается, знали о событиях распятия Господа. Это для всех было известно. Значит, «неужели ты один из них не знаешь?» И сказал им, о чём? Спаситель специально задаёт такой вопрос, чтобы они проявили вот себя, что они думают. «Они сказали ему, что было с Иисусом Назоряниным, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его». То есть, они называют его пророком, потому что думают, что, ну, как бы он был мессией, если бы, если вот он так окончил жизнь трагично, да, на позорном кресте, ну, по крайней мере, вот пророк-то уж точно, они говорят, уж пророк точно, потому что там исцелял, чудотворил, прорицал, да. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, то есть уже много вроде как, но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». И вот тут мы видим, что помимо Жон Мироносец не только Петр идет, да, некоторые пошли, то есть во множественном числе. Мы знаем, что Иоанн Богослов, он тоже поспешил, да, вот, но он увидел, заглянул, увидел, что пелены лежат, но не решился зайти, потому что он как бы обогнал Петра, да, а Петр постарше и по праву вроде надо было Петру зайти первым. И так и было. И вот Лука и Клеопа, они тоже выражают некие такие недоумения. Они удивляются, они не могут понять, что происходит. Да, во всяком случае, его не видели, говорят. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Да, мы по своей медлительности, по своей косности не воспринимаем Слово Божие. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, и, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». К сожалению, очень коротко описывает Лука в данном случае. Ну, видимо, тогда не ставило задачи писать какие-то большие трактаты, и он не описывает, какие именно пророчества приводил спаситель из Ветхого Завета. Но, в принципе, это все нам известно, особенно из пророка Исаии, «как овча на заклане в Едесе, и как агнец пристригущем его безгласен». Так не отверзает у своих. Ну, и там много других. И вот спаситель учит двух своих учеников в данном случае, напоминайте пророчество, «и приблизились они к тому селению, в которое шли, то есть в Имаус. Вероятно, у кого-то там было место, где можно было остановиться на ночлег». И он показывал им вид, что хочет идти далее. И в данном случае тоже, понимаете, вот спаситель как бы дает им возможность проявить себя, свои чувства. А чувства у них самые теплые, потому что, ну, такое бывает, что когда, если мы вдруг встретились с каким-то благодатным человеком, я просто помню, когда с отцом Кириллом Павловым соприкасался, когда он был жив, то это просто вот как святой человек, как будто ты с чем-то вот райским соприкасаешься, особенно в келье у него, как уголок Божьего небесного царства, и тебя вот тянет и располагает к этому человеку, и страсти твои греховные угасают, а любовь, тепло, сердечная радость источается, и мир сердечный. И вот тем более, когда люди, соприкасаясь с самим Господом, Иисусом Христом, ибо Спаситель наш и есть источник всякой благодати, источник воды живой. И вот они чувствуют, а он показывает, как будто хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. То есть, вот уже во время трапезы, а трапеза объединяет людей. И в данном случае благословение – это то, что всегда полагалось, ну и полагается у верующих людей, у людей, которых хотят не сами по себе, как потребители жить, а как жить с верой в Бога, то они обращаются к Богу, как к подателю всякого блага. И хлеб насущный, он от Отца Небесного. И поэтому мы благословляем нашу трапезу, прежде обращаясь к Богу в молитве. И вот тоже спасители произносят благословение, преломляет и подает им. И вот в этой объединяющей их трапезе у них открываются глаза. То есть, в трапезе, вот в этой единстве, раз, вдруг, как пелена спадает, и они узнают, что это он и есть сам. Ну, я сразу скажу, что существуют также некоторые мнения, вот они даже немножко вот и у святых людей высказывались, но не общераспространенно. И у некоторых богословов, и они так говорят, что когда он благословил, преломил, подал им, это вот напоминает очень тайную вечер, когда спаситель преломил, подал им, и что как бы здесь тоже таинство Евхаристии, но на самом деле все-таки нет. Почему так? Потому что таинство Причащения, оно под двумя видами, под видом хлеба и под видом вина. А здесь упоминается только один вид, и вот католики особенно любят подтягивать вот это место к своему толкованию. А здесь все-таки не сказано, вот в тайной, на тайной вечере там четко было сказано, примите, едите, сие из тела мое, пейте от нее, все сия из кровь мое, за многих изливаемое в оставлении грехов. А нет, здесь это обычная трапеза, обычная трапеза, но и она объединяет тоже людей вот в таком небольшом кругу, и тогда вот они узнают его, но он стал невидим для них. То есть спаситель вот в своем преображенном уже телесном естестве, он приучает учеников, что они не могут в условиях вот земного, вот этого разрушающегося постоянно греховного мира, где все друг друга вот пожирают. Спаситель не может быть постоянно зрим нашими чувствами и очами, ну, хочешь созерцать, очищай сердце, и очами сердца будешь видеть Господа, и не только очами сердца, вот, например, преподобный Паисий Святогорец, он вообще Божью Матерь достаточно часто видел, и сейчас ученики его об этом свидетельствуют, митрополит Афанасий Лимассольский, который сам лично тоже был один раз свидетелем во время вот вечернего правила, когда Божья Матерь действительно явилась, но сам владыка Афанасий, ныне здравствующий, он созерцал только удивительный свет, он об этом потом свидетельствовал, а преподобный преподобный Паисий, он видел саму Божью Матерь, он говорит, что она каждый вечер обходит всю гору Афон, и, то есть, глаза не были так удержаны у старца Паисия, как у нас удержаны, и мы не видим многих вещей, и Господа созерцает те, у кого действительно очи души очищены, да, те, кто не гордятся так вот, не превозносятся, не злобствуют, как мы это часто делаем, а вот в вещественном смысле, да, он уже не всегда, он не видим, он стал невидим для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, и вот на этих словах делает и романах Серафим Роуз, отец Серафим Роуз, известный проповедник в Америке, он делает акцент, и когда вот он там выступал перед студентами светскими, он говорит, что когда вот человек обращается ко Христу, то происходит перемена некая в сердце, и именно встреча в сердце с Господом, вот как у Клеопы и Луки произошло, что само сердце, оно наполняется теплом, любовью, чувствуя Божию благодать, и это вот такое очень важное свидетельство, да, и отклик в сердце произошел у них, когда Спаситель говорил с ними и изъяснял Писание, и встав в тот же час возвратились в Иерусалим, вы представьте, то есть они прошли туда три часа, а уже все, как бы надо ночевать, но когда действительно человек получает какое-то что-то такое духовное, ну я все-таки расскажу немножко, одна знакомая, она вот с сыном как-то поехала в Египет, там, вот Синайский монастырь, это такая вокруг пустыни, вот это гора Синай, а наверху там такой храм есть, и они стали, решили подниматься, дело в чем произошло, всю группу на верблюдах, специально там вот есть такая тропа для верблюдов, а у нее оказалось, что на верблюдов аллергия, и она, значит, чихает, она не может, ну и гид говорит, ну что же такое, она же не знала, что у нее на верблюдов аллергия, и говорит ей, гид, ну тогда вы вот поднимайтесь пешком вместе с сыном, вот, там такая тропинка, то есть на верблюдах там как бы вот так, да, а если пешком, то более там прямо, и как бы мы там встретимся наверху, ну и значит, они поднимаются, сыну было 12 лет, а у нее не проходит ее приступ аллергический, чихает, кашляет, и поднимается, тем более вверх, на подъем, и она, я говорю, все, сынок, я больше не могу, ты поднимайся один, я потихоньку буду спускаться, и вдруг он ей говорит, ты что же не слышишь, что там он, это, служба идет, вот слышишь пение, и она прислушалась, и действительно, услышала, что это именно очень красивое, богослужебное пение, и сердце вот настолько наполнилось теплом, и захотелось сразу туда, где вот это вот пение, где Господа прославляют, и говорит, это вот именно моя знакомая, ныне здравствующая, что у меня вдруг, все сразу, как бы я про аллергию забыла, и мы так вот поспешили вверх к этому пению, что когда вот к храму, мы не просто подошли, мы буквально подбежали, мы в храм не зашли, а буквально ворвались в храм, чтобы услышать это пение, и говорит, тут сразу такой контраст, как только вошли, и пения никакого нет, то есть им было дано вот это вот услышать, ангельское пение, которое придало ей силы, стало вдохновением для нее, и тоже свидетельство такого, что в храмах прибывают ангелы, которые непрестанно воспевают Бога, но в какие-то моменты, точнее, почти всегда у нас уши наши удержаны, вот, и, но говорю, когда они уже вот вошли в храм, то уже не слышат, и прямо им так жалко, что настолько было пение, причем она говорит, что это вот невозможно передать даже, и это невозможно и записать на какие-то средства наши вот носители, электроны там, иногда появляются вот эти, якобы там записи ангельского пения, нет, это все не то, это все там фейки разные, а оно непередаваемо, оно настолько вот душу пробуждает, так вот, они буквально бежали, да спешили туда, и Лука и Клеопа, тоже соприкоснувшись с Господом, у них как второе дыхание открывается, утомление проходит, ночь же наступила, они вот эти три часа, даже может чуть быстрее, поспешили обратно, ну, потому что с Господом соприкоснулись, и благодать Христова вдохновляет их, вот, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, и других учеников, которые говорили, вот что они говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, то есть оказывается, произошла особая встреча воскресшего Господа с Петром, ну, он Симон в рождении, а Петром сам Господь его нарек, и почему так? Потому что Симон или Петр, он унывал, он же проявил малодушие, неустойчивость, вот я не знаю этого человека, и ему было плохо, его внутри изъедало, а Спаситель воскресший, и вот в какой-то момент он является ему отдельно, не при всех, потому что при всех это, ну, как тут должна была быть вот личная такая встреча, и, конечно же, Спаситель открывается как всепрощение, как любовь, что ты вот там, они не унывают, мол, все хорошо, вот, и всю историю на самом деле, когда воскресший Господь является людям, он является именно как удивительной, неизреченной любовь, да, и они, то есть теперь уже Лука и Клеопа, рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба, да, и вот таким образом все делятся своими впечатлениями, рассказывают по деталям уже так, да, вот, как бисер собирают, вот, где-то, там, там, вот, кому-то что-то явилось, и стараются в единую картину сложить, всю, вот эту, пасхальную картину, да, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам, вот, сам Спаситель является посреди них, воскресший, в том же самом теле, но уже, конечно, преображённый, говорит, мир вам, он несёт вот особый мир благодатный, они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят духа, ну, призрак, бесплотный какой-то призрак, бывает, что бесы имитируют человека, там, или мёртвого, такое иногда бывает, но бесы пугают, но он сказал, что смущаетесь, то есть он видит их сердца, он сказал, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши, он видит их сердца, посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня, то есть духи, они не имеют ни плоти, ни кости, а спаситель действительно воскресает в этом самом теле, и вот как говорят некоторые святые отцы, что даже рана от гвоздей, рана от копья, как, ну, некая вот печать, как некое свидетельство жертвенной любви Христовой, они сохраняются в телесном естества Господа и сохранятся навсегда, ибо это именно свидетельство его любви, и он показывает, да, то есть любви не умозрительные, да, свидетельства, а именно самым делом, самой жизнью подтвержденной, и вот он показывает, что вот он, я сам, осижите, рассмотрите, сказав это, показал им руки и ноги, когда же они от радости еще не верили и дивились, то есть они еще никак не могут в себя прийти, он сказал, есть ли у вас здесь какая пища, то есть он переключает их на как бы простые такие вот земные вещи специально, чтобы, ну, вывести из этого состояния там ступора какого-то, вот что они, чтобы они хоть немножко как попроще относились к этой ситуации, что он воскрес, да, и когда люди едят, они вроде немножко так вот успокаиваются, ну, и подтвердить, что это действительно он тот самый, кто вкушал с ними пищу. Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, то есть вот что было, то и подали, конечно, одно с другим не очень согласуется, но в принципе вначале можно печеной рыбы, потом меда поесть, то есть спаситель, он, конечно, не нуждается, потому что еда, она нужна вот для нашего такого тленного мира, как апостол Павел говорит, что пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое, то есть когда в обновленном естестве, это уже как первозданные люди до грехопадения, да, тело, телесное естество, но причастное бессмертному источнику жизни, и поэтому не нужно для сохранения жизни что-то есть, потому что мы здесь, чтобы продлить свою жизнь, мы вынуждены кого-то там умершлять из животных и так далее, но в будущем по всеобщим воскресеньям это не потребуется, но для того, чтобы вот подтвердить их, спаситель все-таки взяв ел пред ними и сказал им, вот то, о чем я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисея и в пророках, и в псалмах, там, где как раз вот много сказано о Господе, о Его крестной смерти, воскресенье, тогда отверзим ум к уразумению Писания, и вот это очень важно, что вот мы бывает и слушаем, и читаем, а живем как попало, мысли у нас худые, и поэтому понять Писание не можем, для того, чтобы понимать, нужно, конечно, очищать свои мысли и просить у Господа, и по дару благодати Божией Господь может открыть ум для разумения Писания, тогда отверзим ум к разумению Писания, вспоминаю тоже, как один из учеников Паисия Святогорца, это вот тоже современник наш, грек, греческий писатель, Афанасий Раковалис, он описал вот некоторые случаи, связанные с преподобным Паисием, и говорит, что вот я однажды не знал, а какой-то вот текст Писания, не мог понять, и вот с вопросом обратился к старцу Паисию, а он вместо того, чтобы отвечать, просто в молитву погрузился, и вдруг, говорит, у меня все как-то прояснилось, и я полностью осознал и понял, проник вот в смысл этого конкретного текста Писания, то есть по дару благодати Божией это все может открываться, а если мы что-то понимаем, не понимаем, то вот мы именно несмысленные и костные, да, вот как он обличал Луку и Клёпу, ну, не обличил, а как бы по сути сказал, что несмысленные и костные сердцем, что не очень верите, и вот поэтому нужно всегда сохранять, конечно, такую живую веру, что Христос воскресший, он всегда на самом деле рядом, то есть мы пред Ним открыты, наши глаза, конечно, удержаны, мы не видим ни ангела-хранителя, ни там бесов, искушающих нас, но для духовных реалий мы открыты, и всегда нужно молиться таким живым сердцем, как предстоящий вот пред Богом живым, который нас видит, слышит, любит, и если мы о чем-то попросим, о чем просить, а вот прежде всего, как быть с Богом, да, через Писание, через заповеди Божьи, что Он отверзит нам ум к разумению Писания, «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быти во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Да, вот братья и сестры, вот здесь, сейчас, когда мы уже заканчиваем эту главу, то что хотел я отметить, вот евангелист Лука, завершая евангельское повествование, он, сейчас мы это прочитаем, он вкратце описывает в том числе и вознесение Господа на небо, краткие вот наставления и вознесение, а потом, когда попросил вот Феофил, которому он обращал вот Евангелие, по просьбе которого написал, Феофил просил продолжения, и Лука, евангелист, пишет книгу Деяний, и книгу Деяний он начинает с того, чем заканчивает свою Евангелие, но в книге Деяний он чуть поподробнее, более основательно, а здесь как бы вкратце, и значит, вот что мы читаем, что и проповедану, он, спаситель говорит, что так вот надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Вот апостолы, а потом их преемники, священнослужители, они становятся свидетелями чего? Свидетелями покаяния и прощения грехов во всех народах. Вы понимаете, грехи начинают прощаться. Вот люди, если бы люди познали всю драгоценность вот таинства исповеди, что на исповеди прощаются грехи, вот если бы людям это открылось, мирским людям, которые в храм не ходят, то они, забыв про супермаркеты, про какие-то магазины, выстроились бы в такие очереди в храмы на таинство исповеди, как вот некогда в Макдональдс, как только Макдональдс появился, там очереди просто многотысячные были, а вот если бы людям открылось, что грехи прощаются тебе, все, то есть груз уходит, ты становишься, ты спасен, и тебя на небо возьмут, то люди бы выстроились в эти очереди, и священники, как преемники апостолов, они тоже свидетели этого, свидетели покаяния, прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. И вот дальше, братья и сестры, вот дальше то, что сказано, это как раз вот речь уже перед Вознесением, перед Вознесением, Спаситель говорит, читаем здесь, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше». В книге Деяний фактически так же Лука пишет, и там вот эти вот десять дней от Вознесения до Пятидесятницы, когда нужно было оставаться в Иерусалиме, вот обетование, пошлю обетование Отца Моего на вас, то есть, ну, Дух Святой, и вот оставайтесь в городе Иерусалиме. И вывел их вон из города до Вифании, имеется в виду больше, наверное, дорога, ведущая на Вифанию, которая на Елеонской горе. Ну, в принципе, Вифания примыкает, там, или даже часть, как бы, у основания Елеонской горы. «И подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Братья и сестры, тут уже дополнить нам совершенно нечем, потому что свидетельство вот этой Луки, оно истинно и непреложно, и Спаситель, победив смерть, Он восходит на небеса, благословляет не только учеников, но и всех верных, всех верующих, и сказано, что они пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Поэтому и нам нужно тоже почаще спешить в храм, чтобы там пребывать, прославлять и благословлять Бога. И Господь и нас благословит, и наши труды. На этом мы завершили чтение Евангелия от Луки и с Божьей помощью продолжим дальше книгу Деяний Святых Апостолов. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok